может быть даже начни с этого вопроса очень такого фундаментального мы уже в эфире, да? да 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 и начнем с вопроса ну очевидно, что помирает немного классический подход к живописи на него нет заказа а как бы жалкие остатки заказа несмотря на то, что публика выбирает все-таки именно эту живопись то есть в соцсетях рекламируется и развлекает публику именно живопись а-ля классика ну потому что людям не вовлеченным в мир живописи бизнеса от живописи для них это понятная картинка понятная внятная и конечно соцсети выбирают как бы классику но мы видим что все выставки особенно западные выставки все хорошо продающиеся и хорошо успешно развивающиеся художники на западе в основном это все-таки ну в мире даже не на западе в основном это все-таки какие-то революционеры да и в общем-то и понять можно потому что взял фотоаппарат сфотографировал взял перевел на язык какой-нибудь живописи эту фотографию ну обычную фотографию на язык какой-нибудь живописи которые сейчас программы делают и ты уже имеешь вот как бы эффект полотна эффект картины хочешь в традициях Ван Гога хочешь в традициях Шишкина кого угодно и понятно что реализм не имея социального заказа будет потихонечку угасать хотя в соцсетях свое он возьмет свою меру конечно выигрывают изобретательные художники которые нарушают основы композиции создают непривычные глазу подачи материала формы композиции конечно очень вот всякого рода экстремальная подача живописи там умирание растление и прочее конечно тоже будет вероятно иметь успех хотя трудно сказать точно но это не должно сбивать человека с толка потому что основная масса художников кормится и развивается внутри круга таких же как он обычных как бы традиционных людей ну пока еще традиционных и если мы будем заглядывать в дальнее будущее там конечно полный мрак представить себе чем международная это за кулиса игроки финансового рынка нас будут уничтожать и посмеиваться над нами трудно себе представить каким образом а пока нас еще не добили то в общем то основная масса живописи будет ну такая похожая на человеческую на традиционную другое дело что она не будет стоить тех сверхъестественных денег которые стоят экстремальная живопись и экстремальной подачи ее ну изобразительного творчества даже уже можно сказать что и не живописи а изобразительного творчества но действительно когда ты пишешь ты живешь а когда ты экстремальничаешь наверное ты тоже живешь но ты как бы ну это как ну это как время проведенное грубо говоря я не был я предполагаю в публичном доме да ты там наверное что-то для себя мог бы получить но ты все-таки не жил в этот момент а когда ты пишешь так сказать понятную умную нежную культурную живопись конечно ты живешь и в общем то и на этом может быть даже стоит настаивать потому что если нас так и дальше будут заморачивать не поймешь что то мы потеряем вообще вкус жизни но я извините я уже пошел в дебри я просто с дня рождения я немножко выпил немножко съел и тут остапа понесло я считаю что заглядывать сильно вперед не надо что надо больше и назад тоже не сильно заглядываться потому что совсем традиционная живопись ну уж совсем неинтересно становится в музеях да в музеях она интересна мы будем смотреть прецеденты и тогда был социальный заказ поэтому была была потребность была нет есть безумно талантливый но они все равно начинают уже делать что-то другое чем традиционная живопись чем привычные ее проявления ну вот опыт импрессионистов конечно это вот опыт настоящей революции в живописи и рассматривая этот опыт можно понимать как будет складываться мир сегодня хотя он конечно сегодня гораздо разнообразнее чем тогда и да часть все это имеет и смысл и имеет причины мне кажется что что надо жить в сегодняшнем дне учиться у классиков но не засматриваться на их формулу развития и ну так чуть-чуть смотреть вперед ну с тенденцией какие-то видеть не стесняться не стесняться их видеть хотя конечно вопрос ну при больной масса художников не знает куда куда себя пристроить и что чаще всего что происходит художник находит какой-то спецэффект и начинает быть рабом этого спецэффекта он целыми днями пишет одну и ту один и тот же спецэффект потому что он прозвучал потому что он его кормит и так далее то есть это превращается в чистый бизнес и конечно так тоже плохо кажется а хорошо бы стать профессиональным художником да но только ты будешь делать штамп у тебя найдешь может быть хороший штамп и будешь его делать а другие делают более простой штамп и им посложнее и их побольше и у них конкуренция повыше а ты вот нашел какой-то классный штамп вот одним словом я хочу сказать что нужно учиться у стариков нужно присматриваться к будущему живописи и конечно больше ориентироваться на те переживания которые она рождает нежели чем на поиск стиля поиск вот этого этой фишки кресловутой все надоело мне эту тему давай следующий какой там следующий вопрос у нее же там по-моему еще целый ряд вопросов да другой вопрос подскажите как не стесняться своих работ я понимаю что на выкресование приходит с опытом но как не стесняться своих работ на вот своем невозможно не стесняться своих работ то есть бывает что что-то удастся и ты с удовольствием демонстрируешь картину или серию картин но не стесняться всегда найдется тот кто лучше вас а уж тем более в глубь веков а мне нравится в этой тему что художник как это звучит ну что художник и должен скромничать что ты как человек скромничать художнику бессмысленно хочешь без вести а хочешь без денежья и отсутствие ресурсов для собственного рисования и развития да это надо скромничать художник не имеет права на скромничать вот просто не имеет это как артист он не может со своей скромностью выйти на сцену он должен исполнить роль так и художник должен исполнить свою роль и скромничать и стесняться картин ну это путь в никуда а вообще чтоб не стесняться ну во первых надо аудиторию свою найти я вам скажу любой человек если в соцсетях вот смотрите в соцсети простая схема вот у вас в соцсетях допустим пять тысяч условных поклонников и вдруг там друзья просятся новые 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 люди и вот один из новых людей начинает вас троллить ну удалили и все то есть и не давать даже повода и не вступать в диалог с людьми которые вас не любят да может быть вы недостаточно сильны недостаточно эффектны ну как женщина может быть недостаточно эффектны но она любима мужем то есть этим коллективным мужем художник коллективным поклонником может быть окружен то есть удалять сразу не вступать даже в диалог ну я я некоторых удаляю иногда те которые у меня уже по пять лет в соцсетях а я удаляю потому что человек идет на неприязнь а зачем мне его неприязнь я тоже стесняюсь я тоже стесняюсь я тоже стесняюсь но у меня есть и другое есть люди которые меня моему деланию радуются и я опираюсь на них зачем мне опираться на тех кто меня не любит или тех кто меня разлюбил а какой яркости надо придерживаться в картинах какой мере нужна сдержанность чтобы работа получилась хорошего художественного не поймешь сейчас конечно академики любят тухлую живопись тухлую сложную грязноватую у них вот эта фраза есть чем больше грязи тем больше связи то есть больше гармонии цветов но мы знаем сейчас экспрессивные виды живописи очень яркие нарядные и масса людей выбирают одни выбирают то другие выбирают это другое дело что художественный вкус развит не у всех и у самих художников часто развит сомнительным образом даже если они пишут под классику и в формате классики но скажем может не быть вкуса то есть вроде бы это прилично но это не интересно невкусно не хочется депрессивно там еще как хотя же вроде все так прилично сделано вот поэтому понятно что есть понятие ярмарочной глубочной живописи но если мы будем наши 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 наш кругозор будет развиваться в сторону красивой живописи художественно выверенной а не пошлой ярмарочной то если у нас она будет насмотрена если она будет составлять наши полочки нашу библиотеку внутреннюю то конечно вы будете знать что вот это неприлично вот здесь нужно сдержать себя и цвет сдержать и ну как то так тут внутренняя эта библиотека должна насмотреться не фото материалы а именно репродукции и именно репродукции приличных картин ну они как бы видны в том числе в интернете а уж тем более в музее видны так что ходите почаще в музей в музеях всегда столько открытий так что не могли бы дать совет как научиться правильно определять степень темности при написании картин ну вот черно-белая фотография вполне рассказывает о качестве предмета его форме его даже внутреннем содержании при этом она черно-белая у нее есть некоторый ущерб по отношению к цветной в смысле выражения содержания предмета но все таки это то есть работа в тоне это как если бы черно-белая но делать грязального типа работы то есть где минимум цвета где вот принуждать себя решать вопросы не цветом а свет и тенью то есть степенью темности ну наверное так так я понимаю что любой педагог классический педагог скажет побольше рисуйте карандашом но если у вас есть время побольше рисовать карандашом конечно будет полезно так можно ли ответить на такой вопрос как показать прозрачность ягод прозрачность ягоды это так же как прозрачность капли то есть вот у нас кружочек шарик капли вот у него освещенная часть вот у него тень и вот у него рефлекс со стороны освещенной плоскости он в тени вот это эта ягодка она в тени но со стороны освещенной плоскости на теневую падает рефлекс светлый плюс цвет можно еще и цветом немножко усиливает но особенно у ягоды усиливать этот эффект эффект капли достаточно набрать в гугле как нарисовать каплю более-менее понятно что такое прозрачное ну в то время классики все ринулись в импрессионизм поэтому но наверное и то и того как академисты начали сращиваться с импрессионизм поэтому к нему и как и академик вроде как не придерется и импрессионист порадуется найдя своего помнишь у нас была красная роза большая такая на зеленом фоне видеоурок этот спрашивают что начала писать сейчас первые слои сохнет но получилось очень темно можно ли высветить конечно но с помощью белил желтил но красный лучше конечно высветить не только белилами но и желтым ну или более светлыми красными кадми красный светлый кадми красный темный градации есть да поэтому можно конечно ну главное красный не торопиться высветлять белилами потому что белила сразу его сам делают малокрасным но даже вот кадмий красный светлый смешать с краплаком розовым уже будет сложный интересный цвет но он уже будет светлее чем краплак розовый а а краплак розовый можно заложить или с коричневым или черным будет такой густой темный как такая гнилая вишня и потом высветлять добавляя кадми уже уже будут колоссальный ресурс на высветление красного если в холсте есть дырочки величиной меньше иголки но на просвет видно можно ли использовать можно можно конечно использовать и вот такие холсты все можно использовать если если на нем можно написать ту задачу которую вы задумали надо пробовать каждый холст надо конечно пробовать на на ощупь ну вот я советую всем не пользоваться теми холстами у которых не закрашены боковинки вот эти то есть где нет грунта на боковинке то есть это сделано в соседнем подъезде ляпкиным и тяпкиным я использую только масло как разбавитель но иногда после высыхания на бордовых и зеленых местах появляются трещины из-за чего это может быть не знаю вот я сколько пишу так особо с трещинами то и не сталкивался ну не знаю даже что сказать тут у кого-то что-то появляется крыкельюр может вот так вот кругом пойти где-то но у меня что-то давно уже не было я даже не помню за счет чего это могло получиться раньше да когда я делал самостоятельно грунтовал и все это было конечно ну как ляпкин тяпкин появлялись какие-то неприятности на холсте а сейчас вот хороший холст хорошие краски все хорошо и никаких проблем как правильно нарисовать животных животных кроме своей шерстяной шерстяности не сильно отличаются от людей как людей только шерстяных ну как шерсть конечно надо писать кистью которая будет давать красивый локон шерсти то есть растопыренная кисть такая уже которая бывалая кисть но не жесткая так чтобы у нее волоски все-таки были достаточно длинные чтобы мочь совершать вот это движение чтобы не вот так царапать пластично если картина написана настолько гладко что не видно мазков это плохо или это такой тип письма можно себе позволить это но не знаю масло вообще-то любит фактуру любит решенность фактурой а не а не просто лизанием хотя конечно работы древних 15-16 века когда там все лизано тоже тоже прекрасно все это но масло все таки в наше время масло любит фактуру все другие материалы как бы не могут соперничать с маслом в использовании фактуры не акварель не гуашь не акрил не темпера потому что у них ущербная фактура если они использовали как фактуру с фактурой то масло наоборот он себя реализует фактуре поэтому может не надо уж так зализоваться так спрашивают что можно ли эффективно продавать акварель если в акварели хорошего масло не очень ну дешево дешево можно просто нужно найти очень эффективную форму подачи акварели ну в смысле картинки не писать сложных сюжетов потому что будете выписывать сложные сюжеты потратите много времени сил и эмоций акварель конечно дорогие на продажу но можно какого-то любителя именно акварели можно наткнуться именно эту акварель оценит как-то ну не ценят люди акварель надо просто создавать серии бесконечные серии быстрых легких акварелей либо вот у меня есть приятель шумцов он себя называет вот смуш мы с ним давно знакомы от юности и ну там такие акварели если захотите найдите вот смуш ну конечно такие куда у него не хорошо стоит он может себе позволить но эта идея это такое особое чувствование у него и особый образ жизни он он не живет как все люди так что вот то что он пишет так не пишет простой художник так пишет особенные фрукты но это акварели они довольно крупные там очень много людей известных покупают у него ну там все хорошо вот с подачи но он это вот это в нем живет он это из себя делает это вот вот такой вот дивный дар у него вот так выеживаться прикольно вот смуш найдите в интернете тоже обалдеете подскажите как понять какие картины лучше рисовать по мокрому а для написания каких лучше подсушить слоя ну то есть что можно за один сеанс решить а что нужно ну это конечно будет кругозору так двумя словами объяснить как лучше подступиться к этой картине а как к этой это не объяснишь кругозор нужен если вы будете делать идею аналогий идею аналогий ну вот для вас начинающих художников копирование конечно скучно я понимаю часто копирование скучно делайте аналогии потому что делая аналогии вы прочитываете работу другого художника ну и тем более сейчас видео есть в изобилии на тему прочитываете работу другого художника и этапы создания то есть сколько он потратил на это один сеанс или два может он второй сеанс там только три мазочка главных сделал потому что нужно было чтобы картина высохла но это никто вам не скажет пока вы сами не прочувствуете конкретные задачи я кстати вот хочу вот у меня как раз стоят передо мной две картины хочу показать тему аналогии вот была написана копия какого-то импортного художника в качестве видео урока то есть я писал-писан как видео урок здесь по моему два сеанса ну как бы и видно что здесь мало сеансов но когда я стал я думал я за один раз напишу но когда я стал писать я вдруг обнаружил что некоторые вещи нужен второй сеанс все равно нужен второй сеанс и во втором сеансе я ее довольно быстро закончил но потом я вспомнил что у меня есть фотоматериал который ну вот близко к этому и я сделал аналогию то есть я взял идею фоновых пятен близкую к этой вот и фигуру которая у меня была на фотографии и сделал вот такую работу то есть тут в той картине дерево здесь видели да вот они две рядом они вроде как немножко разные но идея у них одна выписанность тела и грубость задника нарочитая грубость да вот идея аналогии вот так если рядом это не поставить ну никогда не скажешь что это аналогия но вы можете брать для себя эти идеи у других художников создавая фотоматериал на заданную тему и производить очень приличный продукт тем более что художники очень часто тырят друг у друга идеи так что пожалуйста идея аналогии берете тот материал который вам нравится у классиков ну или у современных хороших художников а у меня кстати есть ряд видео уроков как создать аналогии кстати ну у Фанечки есть несколько видео уроков на тему аналогии так следующий вопрос при написании обнаженной натуры зеленый подмалевок желателен или можно вытянуть без него смотрите когда пишите обнаженную когда пишите тело будь то портрет будь то обнаженная будь то с черно-белой фотографией делаете цветную ну как часто бывает такое такая необходимость тело если вы будете писать через три главных фрукты персик с его розовостями даже сизостями красно-коричневостями раз это один цвет участник очень важный участник мандарин с его кадмием красным разбеленным неразбеленным поджелченным чуть-чуть и белым виноградом с его зелененькостью оранжево-зелененькостью поэтому зеленый хорош в теле но он должен быть сгармонизирован во всем случае импрессионизм придумал эти цветики замечательные как развеселить цвет тела усилить эффект ягодки тела как ягодки вот поэтому вот эти три цвета ну конечно хорошо бы их показать кстати можно будет маленький видео урок ягодка на свет как тел как 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 так что вот если вы тел в теле будете держаться этих трех они могут мигать чуть ли не чуть ли не в перемешку не не смешанными а мигнул розовый мигнул мандарин мигнул зеленца могут ну как нижняя часть лица больше зеленит потому что от земли идет рефлекс зеленый верхняя часть головы или тело больше розовит синит потому что рефлексы неба собственность тело больше оранжевит в пользу мандарина не в пользу абрикоса только не абрикосы только не абрикос в пользу мандарина ну раскрытого мандарина этой дольки вот в смысле дольки пленки а лучше даже без пленки хотя иногда и с пленкой вот интересный вопрос наверное тоже каждый должен решить это для себя где взять где брать фотографии для живописи боже мой я понимаю это в 18 веке кто-нибудь или в начале 20 кто-то сказал такое но это не смешно ну где взять хорошую фотографию не вся же фотография фотографии хорошие делаются из хороших людей берешь хорошую модель ведешь в хорошее место и делаете хорошие фотографии приезжайте к нам в Переславль с хорошими моделями сделаем хорошую фотографию причем такие импрессионизма здесь тьма и вот кстати тоже ни разу не была в Переславле много раз слышала про этот город говорят что там очень большая концентрация творческих людей ну да вроде как слышишь постоянно там такое чудотворец там такой всякой да как то не знаю хорошо здесь здесь нет той гравитации которая русского человека тянет куда-то вот отсюда никуда не тянет тут нет гравитации вот я себя чувствую русским человеком Фанечка тоже и у нас здесь нет гравитации хотя она она мне иногда говорит давай в Италию поедем я говорю ну давай все время что-то не получается то дети рождаются но вот гравитации здесь нет той которая заставляет русского человека куда-то стремиться возвращаться или еще что-то для каких работ годится холст на картоне ну хотите дешево продавать и трудности для письма создавать делайте холст на картоне я не рекомендую честно скажу ну художники выходя на пленэр чтобы не брать с собой эту вот махину всю они берут маленький этюдничек стопочку этих на картоне и стят рисуют очень незначительные этюды такие наброски но они хотя бы знают зачем это зачем они это делают вам нужно собаку съесть чтобы понять зачем они это делают я не думаю что прямо нужно заниматься собакоедением не делайте этого как найти меру обобщения в ультисионизме на что опираться смотрите вот почему делают наброски человек когда делает наброски учится делать отбор самых главных вещей вот часто вечерний рисунок стоит модель три минуты в одном положении постояла три минуты в другом три минуты в третьем и так далее ты за три минуты должен сделать полноценный продукт то есть полноценную набросок и ты конечно же будешь отбирать только самые существенные вещи так же и в пейзаже вышли если вышли на пленарь или работаете с какого-то материала можете ставить себе такую задачу у вас полчаса на все свет изменится все изменится и вот за полчаса вы сделаете очень набросковую вещь потому что вы себе поставили такую задачу у вас нет времени на это на то чтобы сидеть и размазывать размазывать уточнять ставьте себе такие задачи очень полезная вещь научиться отбирать главное ну то что без чего картина ну никак даже набросковая ну никак тут написали зачем зачитывать примитивные вопросы профессионалы уважайте Игоря Сахарова пожалуйста вот а какие вопросы в живописи они могут быть не примитивными как организовать как организовать творческий процесс как организовать свою жизнь чтобы она превратилась в жизнь художника а не бизнесмена вот вот такие да как соединить желание рисовать со своей профессией там какой-то основной да или с недовольством близких по поводу ну конечно есть более более серьезные вопросы мне кажется вообще вот я честно говоря особо не вижу каких-то совсем уже бестолковых вопросов так вопрос мне передаю ли я Игорю наши благодарности и комплименты да передаю так что не мы постоянно мы же все время нос к носу поэтому все передается стоит ли прибегать к услугам так называемых арт коучей или творческих продюсеров ну отчасти видите и я тоже как бы каким-то коучем вроде как занят ну надо использовать все что используется кого-то лечит доброе слово а кого-то таблетка анальгина ну надо пробовать вообще все время надо художник это такая профессия это не то что ты пришел на работу сегодня камаз не пришел разгружать нечего сидим ждем или пришел на работу вот у тебя бухгалтерия вот бумаги перекладываешь с места на живопись кисточку иногда поднять так тяжело но не но это почти сродни сексу иногда аж 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 очень надо а иногда как-то ну может обойдется то есть мотивировать себя мотивировать постоянно мотивировать ну как супружеский долг да вот его надо как-то выполнять все же знают и живопись надо вот как супружеский долг с ней немножко то есть отчасти живопись надо ходить и как к любовнице но и как супружеский долг хорошо что у нас то обнажен то пьяный про фамилии художников в общем мы не комментируем да мы обсуждать других художников современных я бы не хотел и ну мне кажется что это это вот если бы я был бы критиком и назывался бы критиком и моя задача была бы в этом то да а так я ну чего я буду обсуждать я честно вам скажу я легко прощаю любую чушь сделанную художником я вот не могу простить в поэзии вот если я слышу пошлость звуков поэзии вот тут я терпеть не могу вот я уже раздракониваюсь так что мне все художники нравятся почти что ну кто-то видит что слабенький но старается ну не знаю ну наверное такой тоже вопрос о котором можно долго говорить как бороться с разочарованием в картине отвернуть к стене начать три других и когда картина начинаешь какое может быть разочарование обычно разочарование когда ты ее заканчиваешь поэтому надо иметь два десятка начатых картин чтобы в любой момент найти себе картину под настроение для письма конечно многие вещи второй сеанс и ты уже начинаешь разочаровываться так вроде хорошо начал так только надежды подавала поэтому Монея даже и то писал по десять картин одновременно ставил перед собой десяток и писал учитесь у Монея ну как можно разочароваться сразу в десятерых на этой чуть лучше прозвучало то же самое на этой чуть хуже так смотришь поскольку у тебя есть отношение любви уже к той то ты как бы и эту не не мучаешь своим разочарованием можно ли картина написанную акрилом и покрытую акриловым лаком доработать маслом? да конечно акрил очень солидарен с маслом единственное что после масла акрил уже как бы не уместен акрил это фактически грунт тот белый холст загрунтованный это грунт акрил это просто он цветной этот грунт и лак тоже однопородный спрашивают вот следующий вебинар у нас будет будет девушка балерина насколько она сложна для начинающего если у вас есть проектор вообще не сложно проектор кстати просили показать ну простейший ну давайте сейчас поднесу поднесу такой трудяшкой уже столько картин сделал ну такой простейший простейший шесть тысяч по моему стоил да самый элементарный и вот сколько и больше ей не надо говорят еще дешевле есть по две тысячи как бы практически такого же качества нам же не фильмы крутить нам главное реперные точки расставить в картине хотя вот у нас смотрели сниму фильмы тоже оставались довольны чем плохо арголит пользуется ли живопись на арголите спросом никаким способом не пользуются хочешь потратить время напрасно пиши на арголите исчерпывающе что делать с композиционными авторскими идеями которые не можешь воплотить то есть когда ты не можешь скопировать или или может быть придумал и не можешь воплотить ну некоторые приходят на эти очные уроки когда я их давал активно в Москве еще недавно до коронавируса ой у меня такая фантазия у меня такие сны снятся у меня такая фантазия начинаем рисовать эту фантазию вдруг оказывается что на плоскость холста это не очень то ложится то есть все таки есть законы жанра законы возможности плоскости что оно может а что оно не может передать и если много хочешь то конечно мало получишь ну это так живопись может очень много по сравнению с кино можно сказать почти ничего не может в изобразительном смысле другое дело что у нее свой аромат своя специфика взаимодействия с человеком ну вот надо в рамках станковой живописи формировать свое сознание не пытаться киношничать на холсте не знаю как подобрать багет к картине ну это конечно очень сильное дело вкуса к тому же багет должен учитывать интерьер конечно в первую очередь в первую очередь он должен учесть картину но опять же если у вас картина это всего лишь часть мебели в доме это один вид оформления а если вы коллекционер красивой живописи то другое то вам уже все для картины а не для интерьера ну как то так исходить из вкуса из уже сложившегося интерьера что больше вопросов ну да как то не особо вот в том вопросе были еще какие то сейчас ну там про авторство как не нарушить авторство ну вот опять же авторство ну вот вы видели я сегодня показал вам две обнаженные одна в той картине которую я сделал как аналогию я процитировал идею фона и яркой освещенности фигуры вроде как процитировал но они же совершенно разные ну абсолютно разные и даже если бы они были бы ближе по сюжету ближе по 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 освещенности они все равно были бы разные ну кроме уже откровенного копирования так что как можно было автора вот кстати вот вот если листать идеи обнаженных фигур то из двадцати одна ну так более или менее ну если так вот как как любитель этой темы если рассматривать других художников и вот находишь эту одну из двадцати и сделай аналогию близкую то есть когда вы сфотографируете ту модель которую вы или там будете писать с натуры и сфотографируете в этом же освещении в этом же ракурсе близком ракурсе потому что все равно все женщины иначе стоят иначе ходят иначе да и свет у вас будет все равно чуть-чуть другой вы же не можете солнце заставить поэтому и там у речки тема у речки да или у водоема ну это ж у вас будет совсем другой водоем там другая трава растет все другое кушиночки могут быть тут вот поэтому делайте аналогию у вас все равно будет другое в живописи так много попаданий даже художники не видели друг друга попадают а тем более что тырят друг от друга во все просто один стырил и сделал еще лучше просто у какого-нибудь слабенького художника мог подсмотреть прекрасное композиционное решение стырил сделал гениальную картину ну и в основном конечно наоборот стырил сделал так себе понятно что авторство это важно но сходить с ума на это почти не надо это запад нас научил что это вот категорически важно но у них были для этого экономические аргументы а так в принципе все могло бы быть и человечнее а вы как сфотографировать ну чтоб не было пошло но сексумально вот мне кажется импрессионизм да импрессионизм выручает сразу импрессионизм это всегда сексуально и сама техника импрессионизма набросковости да техника набросковости и ритмов она сразу выручает от пошлости а после кисти очень трудно работать мастихином но мечтаю освоить не надо это другое свой действительно сделайте десяток копий нарочито мастихиновых картин чтобы руку немножко заставить мыслить появится новый аргумент и инструмент в живописи ну копии лучше сделать потому что если вы начнете там деликатненько там что-то подковыривать а когда делаете копию где мастихин сыграл главную роль главную скрипку то конечно после этого начнете немножко размахивать крыльями о были ли у игоря ученики у которых он чему-то сам научился да конечно как часто такое было не часто ну и так много что конечно куда уж часто ну это ж ну тут спрашивает вы бывали на академической даче художников имени репина высшим высшим полочки но там вот я увидел меня спрашивают про белила цинковый и титановый уточнить всерьез разницу между ними но я уже проговорил о том что цинковые они как бы имеют недостаточно белости внутри себя ну как клей кладешь выдавливаешь воде белый высох прозрачно есть такое свойство у цинковых а титановых выдавил белую белыми останется поэтому но я химическую формулу их не знаю для этого надо спросить в чем же все таки принципиальное отличие я просто знаю что цинковыми благородно благородно старинно потому что они не дадут это перебеленности такой но современная живопись она вот все таки ярче светоносные не такая уже комнатная и тут конечно ну как без титановых ну и титановый когда вы пишете вы слушаете музыку и какая музыка вас стимулирует но я говорил уже не раз что больше всего мне стимулирует классика особенно такие вещи как моцарт вот я действительно ну я бы и видео делал бы под под классику но youtube ругается он нас то забанит то заблокирует то заблокирует до каких-то стран когда мы подкладывали музыку и то мы там старались не очень ну как те кто разрешал на тупо было так что композитор но и науди например да известно такой композитор он сначала разрешал свои эти использовать и мы пока он разрешал всюду его понатыкали а потом все это организовал в платное а как это все оплатить и мы нас всюду стали запрещать для каких-то стран и прочее в общем youtube не любит да и может быть кого-то это музыка не устроит а так все-таки речь можешь себе включить любую музыку сопровождению уже надо смотришь видео кричит какая-нибудь музыка так что как просидеть с этим хотя бы полчаса но опять же у тебя вот из последнего это очень много писал под музыку по песни из кинофильма фильма да 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 это же как бы не классика это такое надо что период так вот еще давай последним вопросикем так как так по каким правилам надо выбирать сюжет на пленэре ну по любым но конечно должен быть свет тень выразительный свет тень если вы пришли на пленэр у вас перед вами все освещено то лучше не не беритесь лучше пусть все будет в тени чуть-чуть света где-то там на макушках или сбоку что вот лучше так чем чем вот все освещено самый разгар дня часто ну вся зелень одинаково практически старайтесь чтобы максимально произошло боковое ощущение освещение ну либо солнечные зайчики они конечно выручают любую картину и побольше посмотрите аналогии вот опять же аналогии вот вы допустим хотите в крыму пописать посмотрите крымских художников вот на этом месте вот явно стояли вот приехали в грузуфе вот видите что вот на этом месте в стоял вот и это стоял этот и это посмотрите какие они выбрали освещенности придите сделайте в такой момент что такое ритм в картине? ритм это повторяющийся в одном направлении мазок ну вот в этой картине много мазков по направлению света то есть свет бомбит по косой вот ну ритм воды вот это ритм это ритм это ритм отчасти и это ритм то есть однонаправленные мазочки ну кстати импрессионизм он во многом отличается от академизма именно ритмом мазков то есть если в импрессионизме толком нет ритма вот классики импрессионизм это ритм мазков вроде бы по цвету импрессионизм а ритмов нет вот этой набросковости нет то это уже может быть и не импрессионизм я у вас не увидел парусников вы не любите эту тему? не, вы просто не справляетесь с ними чертеж для новичка тяжел мало того парусник обычно все таки надо выписывать по сухому то есть сначала все набрать появился кстати есть парусник вот даже один из последних ну месяц назад где-то была трансляция с парусником просто смотрите когда мы набрали море а потом мачту парусника вставляем если ты криво сделал то надо переписывать море поэтому ну а еще там есть эти канатики и прочее можете себе представить с какими трудностями я бы столкнул любого человека а по сухому надо вырисовывать такие вещи тогда даже если не попал стер и снова нарисовал то есть ну есть как бы формат формат трансляции нельзя сделать то чего сделать невозможно ну скажем за время трансляции благодарю за трансляцию дайте пожалуйста совет как вести мастер-классы чтобы ученики были довольны пытаться научить действительно или хвалить за все подряд ну вот скажем так у меня такая тактика часто не потому что я ее выбрал приходишь и в начале конечно люди немножко расслаблены особенно если много новеньких вот и немножко их начинаешь собирать ну как американский сержант бешеный пес начинаешь настраивать на рабочий лад настраивать на рабочий лад а в конце начинаешь хвалить потому что у одного то получилось у другого это ну вот такая тактика у меня она чаще всего иногда с самого начала ну обычно когда много уже тех кто давно ходит уже много и умеют я сразу начинаю с благостного тона но в основном в начале я приструниваю ну как это ну вообще хвалить надо конечно и ну не подряд всех ну это ж не хорошо если просто ходит и всех лижет вот похвалите допустим восьми человек двоих для шестерых такой стимул будет в следующий раз ну это не то что я это эксплуатирую это как-то автоматически автоматически у меня это вот эти вот вещи я как психолог не гожусь это автоматически происходит просто я хочу донести я хочу человеку вложить знание какое-то поэтому у меня это происходит автоматически в силу доброжелательности а кто-то может если доброжелательности допустим не хватает но желания есть то может тактику отрабатывать не у всех скажем военных офицеров есть офицерскость внутренняя но все вот стоят смотришь все офицеры то есть не все учителя от бога не все от искреннего желания это сложилось так работаю учителем пользуются ли спросом картины на фанере на фанере на фанере на фанере можно себе позволить стакан сок возможно ли индивидуальный мастер-класс по авторским фотоработам мастер-класс с очень серьезным последствиям хочется не быть беспечным так 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 вот два вопроса одинаковых как писать ночной пейзаж а еще до этого был вопрос расскажите пожалуйста с какими трудностями можно столкнуться на ночном пленере ну прежде всего ночь нельзя писать только черный то есть глухих черных мест быть не должно то есть в принципе ночь синяя как бы черно-синяя в разбеле но опять же лунный свет это один характер освещения фонари уличные это другой характер освещения здесь конечно поле для экспрессионизма шикарное можно махать мастихином большой поэтому и и